вот охранники не пропускают да у них в ордере написано без занятий дорожной сети почему это происходит вот давайте обратим на это внимание почему это происходит нет а зачем они переградили дорогу подождите без без вы не имеете права закрывать дорожную сеть понимаете вон сотрудники полиции сотрудники полиции будьте так любезны сюда сейчас обнаружилось что в ордере ясно понятно написано без занимания дорожной сети можем пойти почитать ордер нас сейчас они просто незаконно оккупировали дорогу вы можете пройти почитать ордер сейчас она в открытом доступе сейчас идет незаконное закрытие дороги мы будем действовать или нет да сильно мешает он хочет поставить свою машину потому что дети все переградили да так почему это происходит объясните мне пожалуйста извините а господин извините господин полицейский там написано в ордере без занятия дорожной сети а не заняли эту сеть рабочий момент подожди секундочку но здесь же они заняли дорогу сейчас это значит без там написано без хорошо они же должны пока выставить подождите закон то есть закон пускай изнутри это делают понимаете закон то существует да как понимаете но там же без занятия дорожной сети можем пройти прочитать это еще раз говорю пока это получается это сейчас идет незаконный захват земли понимаете их имя рейдерский захват а вы его покрываете трейдерский захват вы прикрываете рейдерский захват вот сейчас происходит у рейдерский захват пойдемте к руководству тогда вот смотрите ваши сотрудники не пускают машину там же написано без занятия дорожной сети вот он сюда хочет поставить пожалуйста понимаешь здесь у них написано в ордере без занятия дорожной сети ну а вот посмотри попробуй а почему вы не пускаете машину если у вас написано в документах без занятия дорожной сети я хочу проехать вот когда мы подождите как это так подождите нет значит вы сейчас оккупировали незаконно дорожную сеть так я понял ну как так получается вот они стоят наши люди никого не пропускают стоят ваши серберы никого не пропускают ну давайте я сейчас ну почему да вот пускай проедет машина спокойно уходите скажите тогда своим начальникам скажите им что пропустили машину вы нарушаете сейчас это закон без занятия дорожной сети там есть документах а девушка девушка ваш закон не незакон девушка вы сказали пускай приезжает они сказали нам незаконно вы где свободный проезд там таят люди ваши люди ваши люди вот скажите им чтобы они убрались потому что они сейчас незаконно занимают дорожную сеть там написано не нарушаясь дорожную сеть господа полицейские вы беспредел то уберете или нет вы подождите но вон там у них до возможно посмотреть документы что там написано кто скажет а где тогда ваше начальство подождите секундочку там ясно понятно написано без занятия дорожной сети сейчас они идут на преступления а вы потакаете понимаете ну значит вы превышаете свои должностные полномочия только всего пойдем опять ну давайте спросим товарищей есть проект а если есть тогда они они нарушают ну давай 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 нет вы сначала нам решите вопрос дорожной сети да мы первые обратились вы наш вопрос как никто не решил проехать вообще не запишали а почему так не пропускают а почему так и не пропускают это нарушение подождите вот его машину а я не знаю вот вот его не пускают вот ваши сотрудники чопа не пропускают а полиция потакает им вот хотите а может вы попросите нет нет подождите наш вопрос так и не решили я подошла сейчас они сказали проезд вот где есть проезд свободный не но подождите проезд занят а почему-то его его не пропускает вопрос нету а почему нет маразм получается какой-то девушка говорит приезжайте охранники не дают проезда как объяснить это до свидания все нету семьи детей ты чё тут делаешь а вы чё здесь делаете ты чё делаешь иди к своей семье и детям иди к себе на родину туда в курске не знаю в брянске приехал посмотреть на твое лицо понимаешь думаю приехал посмотреть посмотрел все до свидания провокатор который подходил на мечевинском 30 бэк машине к дежурному и вызывал его на конфликт точно в этой защитной одежде форуме подходит видео опубликовано было это то же самое на восстанки на по моему тот же подходил к активистам по моему каким-то тоже провоцировал ну вот называется тетушки доемники все мы узнали это провокатор это провокатор провокатор посмотрел профессиональный провокатор все пройдет и что я живу 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 его мама точно не правильно читали так Именно. Хоть кто-то может им помочь. Хорошо, я сейчас... Ее освободят. Сейчас техника выйдет, вся строительная. Ну, подождите, а они собираются выезжать? Я не хочу с вами дискуссию вступать. Нет, они сейчас нарушают, а вы нарушения не предотвращаете. Это что такое? Значит, наших забирают, а этих вот не забирают. Ну? Я говорю, потому что вы понимали, что мы не надо собираем изучать. Нет, ну, понимаете, здесь получается так. Для одних один закон, для других другой закон. Понимаешь? То есть, получается, именно так. Ваши же ОМОНовцы потом без квартир, без жилья снимали так же, как которые там начинают плакать и кричать, потому что вот нас МВД обидело. Ну, получается так, понимаешь? Потому что они сейчас не забирают людей. Кстати, а где у людей... Вот люди стоят, смотрите, люди перегораживают дорогу, на них даже нету светоотражающих жилетов, которые тоже считаются нарушением. Где на них светоотражающие жилеты? Скажите, пожалуйста, господа полицейские. Они без светоотражающих жилетов на дороге. Кто-нибудь сделает им замечание? А ваши где? А я стою под ихними спинами. А потому что надо соблюдать закон и соблюдать Конституцию Российской Федерации. Ясно, понятно, сказано, что каждый человек имеет право иметь свое, как вам сказать, место отдыха и после рабочего дня, и как бы место обитания, в дне квартиры. Везде? Везде написано. Везде написано. Конституция Российской Федерации. Почитайте ее. Статья 20, наверное. Статья 20 – это находка, как я помню. Которая, кстати, арестована ваша... В 30-20? Нет, 39-я. Это 20? Сейчас вам покажу. Вот, подождите, чуть-чуть. Сейчас вам покажу. Вы не москвичи, вам не понятие пока. Вот и все. Ну, правильно, потому что ваши в город не лезут и ничего не делают. Да. Да, вот и все. А мы москвичи уже устали от всяких строителей, вот и все. Особенно, наверное. Да, особенно я устал от строителей. Самый уставший москвич, видишь? Самый уставший москвич. Вы что, стойте, не уходите. Да я здесь никуда не ухожу. Сейчас найду такую находку, вам покажу просто. Ну, там и ошибся, 209-й вроде, на 210-й. Да вы не ошибаетесь, вы все знаете. Ну, а что, ну, все, не надо троллить меня дальше. Так, скажите, вы так ничего не решили, да, вопрос? То есть полиция не пошла по закону, да? Полиция пошла по двойному стандарту. Полиция считает, что они только за нарушением поэкзора. Ну, разрешительные документы не занимая дорожную. Вот это что такое? Да, вот это вот начинается занимание дорожной площади. Вот это вот тоже занимание дорожной площади. А здесь сейчас ваши орлы не пускают на территорию дорогу, которая принадлежит народу. Да, конечно. Но сейчас зачем нарушать закон? Да, вот сейчас прилюдия нарушает закон. Провоцируй народ. Вы провоцируете. Провоцируете. А полиция идет на поводу. Ну, оставьте слушание. Ну, оставьте слушание. Ну, оставьте слушание. Вот сейчас уже полиция подошла к застройщику. Что может быть сговор лиц? Пожалуйста. Теперь мы понимаем, к чему полиция стоит на стороне застройщика. Смотрите. Ну, пускай-то будет. Слушайте, слушайте, слушайте. На эти блоки нет документов. Ну, пускай говорят, что был боев. Слушайте, мы напишем заявление. Не слышите, даже не конторно. Да, в действительности. Ну, не пускай. Слушайте, все. Считайте. Каждый имеет право на жизнь. Вы чуть-чуть ошиблись, да? А, каждый право иметь на жизнь. Какая разница? Ну, это почти то же самое. Находка, право на жизнь, да. Право на жизнь тоже хорошо. Да рядом, просто было бы ошибки случайно. Ну, ничего, бывает. Слушайте, ну, человек имеет право, так сказать. Имеет право на жизнь, это даже хорошо. А здесь вы часто нарушаете вообще право на жизнь. Всем. Да? Ну, как вы думаете? Вот смотрите, была единственная дорога, где мамы ходили с колясками. Где они сейчас будут ходить? Где вы сейчас будут они ходить? Нет, а где они сейчас будут ходить? Где? Вот так вот по этой самой, по дороге? Здесь делают время на проход строительного объекта. Вот и везде воюют. И везде есть, значит... И везде воюют. Понимаете? Где-то выигрывают, где-то проигрывают. А можно вопрос, сколько вам за один день войны платят? Ноль. Нет, можно такого быть. А на что вы живете? Я живу, я работаю. А где вы работаете? А зачем вы говорите, как я работаю? У меня своя фирма. У вас своя фирма? Не похожа вот так, с виду. Ну, с виду. А что я должен сюда приходить, когда полиция просто избивает людей? Что должен приходить в какой-то одежде? А кто этим, чем занимается? Какая разница чем? Может, я вам пойду работать? А зачем? Мне не надо, у меня нормальные работники есть. Я вообще... Не то, что... Не то, что... Не то, что бандиты, которые ненавидят людей, а которые любят людей. Понятно. Вот. Мы тоже можем любить их. А вы не любите их. Но вы зря, кстати, вы говорите. Я правильно говорю. Народ против, а вы все равно строите. И вы, поднимите, здесь сейчас столько крови прольется. И по вашей же мнению. Понимаете? Потому что народ не хочет это строить. Вы угрожаете или что? Я не угрожаю. Просто я предвижу. Понимаете? Я легша. Я имею право предвидеть. Ну, а я предвижу, что вы увидите, еще будет много крови. А вы правой можете писать? А? Правой можете писать? Нет. А я могу двумя. А, нет, я могу правой, потому что меня выбили линейкой. Нет, я могу левый и правый. Одновременно. Ну, одновременно нет. А у меня не слабо. Ну, тогда вы... Деньги. А чего себе фирму? Деньги. Зачем? Он нормальный бригадир, находится на своем месте. А я ненормальный, да? Ну, вы не... Вот категория. Не дотягивайте. Ну, вот конфликт интересов, пожалуйста. Застройщик, миссинг, полиция. Вот, пожалуйста.